Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Больше выдержать не смогли, спустя полгода после запрета зерна прибалты стали нарушать правила. Кушать хочется всегда и нередко, с минимальными затратами, чтобы не переплачивать за элементарные продукты. Однако рыночек склонен решать в свою пользу, поэтому для достижения желаемого некоторые государства идут на хитрости. ЕС суммарно потратил 17 миллионов евро за закупки российского зерна в количестве почти 100 тысяч тонн, чем очень доволен, но для широкой аудитории вещает обратное. И тут нет противоречий, это попытка обмануть самих себя, а если точнее, власти пытаются избежать неприятных вопросов от голодных людей. В прошлом году Минсельхоз Литвы при поддержке коллег из Латвии обратился в Еврокомиссию с предложением полностью заблокировать импорт зерновых. К инициативе тотчас подключились Польша, Эстония и Чехия. Формальный повод, давно всем набившая оскомину необходимость снизить экспортную выручку. Странное началось примерно через полгода, больше прибалты выдержать не смогли. И Литва, и Латвия тихонечко, без огласки, но с большими аппетитами стали закупать зерно в России. Оно и понятно, у них там дикая инфляция, рост цен на базовые товары, в животе бурчит у населения все сильнее. Литва только купила 12-2 тысячи тонн зерна на 1,95 миллионов евро. Латвия за тот же период, 58-8 тысяч тонн зерна на 10 миллионов евро. Сами себе противоречат, на словах предлагают отказаться от зерна, а на деле затариваются на весь кошелек, не совсем. Дело в том, что никакого запрета прибалты не водили, это было лишь предложение для ЕС. Откуда закономерно последовал мощный отлуп в виде заявления чиновника Еврокомиссии Эрика Момера о том, что продовольственная безопасность Европы – это не та штука, с которой можно играться каким-то там лимитрофом. Если поставки газа и нефти из России худо-бедно можно заменить американскими, пусть и законский прайс, то лишнего хлебушка в мире нет. Без энергии прожить сложно, но как-то можно, без еды нереально. А раз ЕС официально предложение прибалтов не принял, эмбарго не введено, то они с чистой совестью вернулись к закупкам зерна из России. Мол, мы так старались, но ничего не получилось, и вот теперь вынуждены действовать по ситуации. Чиновники из ЕС мыслят в том же духе, пытаются оправдать свои действия реалиями, на которые они якобы повлиять не могут. Недавно издание Financial Times опубликовало инсайдерский документ из недры ЕС о том, что готовится страшная пошлина в размере 95 евро за тонну на российское зерно. Что характерно, это не Евросоюз озвучили намерения, а как бы журналисты делают им подсказку. И тем остается только развести руками, мол, видите же, как все само собой складывается, мы тут ни при чем. Официально пошлина нужна, чтобы возить российское зерно стало невыгодно, чтобы Москва меньше денег получала. По факту же это очень напоминает попытку замаскировать истинные причины повышения цен на продовольствие в Европе. Что прибалты, что ЕС пытаются сохранить закупки зерна в России, но при этом переложить ответственность на обстоятельства. И как быть Россией в такой ситуации? Тихонько радоваться и считать прибыль. Зерновых страна действительно производит слишком много и именно с прицелом на экспорт, так что если кто хочет партию купить, то зачем отказываться? Полученные деньги, как говорится, не пахнут и станут неплохим подспорьем в государственных делах. Россия торгует честно, а уж что там себе понапридумывали нерадивые покупатели, это их проблемы.